Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, даже для меня вот этого года целый месяц так начинает давить на психику, просто ужас. Ну и мало того, что нас еще топит из-за этого дождя, я сегодня опять проезжала Сену, просто я ужаснула, что происходит. Вот корабли уже неделю не ходят, вообще просто мне кажется, ну у нас скоро Сену будет на уровне набережной, ну и все такое страшное. И самая главная проблема для меня это то, что мои волосы превращаются просто в какой-то ужас из-за влажности, которая сейчас у нас просто не прекращается. И ладно, если влажность держится где-то день, хорошо, я еще могу как-то продержаться на моих маслах, на кремах, которыми я просто обливаю свой голос с утра. Но если как бы влажность держится уже неделю или даже больше, то просто я ничего поделать теперь не могу. Сейчас крик души, поделитесь пожалуйста со мной средствами, которые вы используете, которые вам помогают. Потому что я уже все перепробовала, у меня вообще ничего не помогает, но никакого кератинового выпрямления я пока делать не готова. Вот, ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Расскажу вам кое-какие вести, которые тут у меня происходят. Представляете, я вчера участвовала в проведении собеседования, в общем, и уже с другой стороны, то есть со стороны тех, кто принимает. У нас вчера было, в общем, собеседование на должность человека, который будет ответственен за распечатку всех нот, за резервацию залов для репетиций, для концертов. В общем, такая немного техническая должность. Я на самом деле очень переживала за вчерашнее собеседование у одной девочки, потому что на самом деле сейчас вот эти вот все обязанности, что касается нот и резервации, и в общем, даже, как это сказать, в общем, отбора музыкантов, частично все это выполняла я. И это совсем не входило в мои обязанности, то есть я просто помогала, пока мы никого не нашли. Знаете, это было очень трудно. У меня помимо своей работы, то есть была вот эта вот сверхработа, и я просто, я уже ждала, не дожидалась, когда же уже кого-то наконец-то наймут. Вот. Поэтому, в общем-то, за вчерашнее собеседование я вот так вот сидела и пальцы свои держала, как это называется во французском «Garde ces deux causes». Вот. Сейчас расскажу, как проходило собеседование. Собеседование проходило в два этапа. Первый был самим директором, а второй уже, когда все наши члены команды собирались и задавали свои вопросы. Вот. Было очень интересно посмотреть на логику вопросов, потому что, знаете, как заметила, собеседование поначалу очень тяжело шло, просто вот с таким скрипом. То есть никто даже нормальные вопросы не придумал. Я думаю, кандидатам, когда они находятся вот на том месте, когда их собеседуют, они не видят, что на самом деле люди, которые вопросы задают, им тоже как бы некомфортно. То есть нужно вначале придумать, о чем поговорить, потом изучить досконально CV и, ну, задать такие вопросы, чтобы можно было понять, человек вообще подходит на должность или нет. Мне очень понравилась манера говорить у этой девушки, потому что, естественно, она, если не знала какого-то ответа на вопрос, она прямо говорила честно. Знаете, я не имею ни малейшего представления. Я тоже задала такие вопросы, знаете, я задала просто, ну, обычные, простейшие вопросы, чтобы просто человек помог, ну, помог себе раскрыться. Типа, что бы вам больше всего нравилось в этой должности, не знаю, какие бы задачи вам, ну, не нравились и так далее. Вот. Немного меня смутил вопрос, который я сама задала. У нее в CV было указано, что она играет на фортепиано. Я подумала, ой, как здорово, человек тоже играет на фортепиано, и все-таки симфонический оркестр, это же хорошо, надо это подчеркнуть. Я спросила, что, типа, что вы сейчас играете на фортепиано? На самом деле мой вопрос отказался с такой, с подковыркой, с подвохом, потому что девушка давно бросила свои курсы по фортепиано, она ничего не помнит, и она даже не может делать дошифраж, то есть, ну, как сказать, читать с листа, в общем, она с трудом, очень с трудом сейчас может. В конце концов, знаете, собеседование, честно сказать, длилось, ну, не так долго, как я предполагала, потому что, точно помню, у меня второй этап собеседования был очень бурный и активный, и мы пробеседовали, наверное, час или полтора, и наш дирижер был очень заинтересован, прям задавал такие вопросы, типа, вот, а это как, а это почему? Ну, а тут же просто я смотрю, ну, так, примунул, ему было не очень интересно и весело, и, знаете, когда собеседование закончилось, мы, естественно, все это обсуждали, и, конечно же, для меня был самый интересный момент, это именно обсуждение после собеседования. То есть, все делились, во-первых, своими впечатлениями, и, во-вторых, как бы, что вообще с этим можно делать с ее ответами, с ее, как бы, позицией, то есть, не понравилось людям то, что она, не сделала никакого усилия для своего гардероба, перевожу просто дословно. То есть, знаете, даже Франция, даже Париж со своими, ну, демократическими взглядами на одежду все-таки предполагает дресс-код на собеседование, и это очень важно выглядеть прилично, тем более, если это сфера искусства, если это сфера музыки, то есть, директор прямо так и сказал, вы как вообще планируете ходить на концерты, на которых присутствуют просто руководящие люди, руководящие персоны, меценаты и так далее. Вот. Второй момент не понравилось нам, что она очень часто использовала, знаете, такие слова типа не вместо we, ну, что значит да, она говорила we, we. То есть, такой разговорный язык, он совсем не приветствуется. Ну, и, конечно же, скупость словарного запаса. Дальше из минусов было то, что она как будто, ну, не то чтобы дистанцию не соблюдала, но она прямо, она не боялась вообще. Это как бы и минус, и плюс. То есть, видно было, что она совершенно спокойная, она никуда не торопится, ей как бы все, все устраивает, и все хорошо. Ну, и, конечно же, из таких больших плюсов было то, что, во-первых, у нее образование подходит для этой позиции, и у нее опыт достаточно хороший, и, в общем, видно, что она интересуется именно организацией концертов, то есть, такими очень техническими делами, которые требуют такой просто скрупулезности, когда нужно всем звонить, когда нужно подтверждать и бронь залов, и так далее, иногда нужно таскать пепитры с режиссером, и переставлять стулья, в общем, все это ей подходит, и я просто, я была в конце на седьмом небе, наверное, отчасти, что ее взяли, что ее утвердили на эту должность, потому что я, наконец-то, смогу нормально заниматься своими афишами, своими дизайнами книг и так далее, потому что скоро у нас концерт, он будет в марте, и работа будет ого-го. Субтитры создавал DimaTorzok